Приветствую вас. Вопрос про то, что человек, находясь в отношениях, находясь в браке и чувствуя любовь к своему мужу, в общем-то вспоминает прошлые отношения, неудачные прошлые отношения, где было много боли, разочарований, абьюзерства, манипулирования и так далее. Я думаю, что она считает себя недостойной счастьем по итогу всех этих отношений, и она считает себя недостойной счастьем и не может отпустить прошлое. Ну, в первую очередь, у вас очень много боли, вот, и эту боль нужно прожить, как и прожить травму. Второе, это проблемы с самооценкой, которые у вас были с детства, вот, благодаря вашему воспитанию. То есть, что такое здесь воспитание? Воспитание здесь это идеализация. Распитание здесь это идеализация, идеализация отношений, идеализация мужчин и последующее разочарование. Вас разводили, вас унижали, вами манипулировали только потому, что вы идеализировали отношения. Вот, и, соответственно, идеализация чего-то происходит в отрыве человека от самого себя, от своих чувств, от своей природы. В этом смысле вы в какой-то степени идеализируете себя, идеализируете, точнее, не себя, простите, идеализируете, ну, вот, мужчин, да, идеализируете любовь до сих пор. А поскольку идеал недостижим, то вы, соответственно, и себя обесцениваете. Потому что ваши отношения не сложились так, как вы рассчитывали. Вот. Понимаете, да? Вот, когда вы говорите, что вас развели, да, и вы боялись потерять человека, ну, вы увидите, в общем-то, каким образом вы к этому приходите, каким образом вы приходите к тому, что боитесь кого-то потерять. Ответ здесь достаточно простой, на мой взгляд, вы боитесь именно потому, что обходите от себя не существе, вот, в какой-то степени, а, ну, саму себя, да, вот, и пытаетесь опереться на человека, который рядом с вам. То есть обесценивание ваше, оно имеет достаточно долгую историю и с вами всю жизнь. Просто вы этого не замечали, вот. Поэтому я бы здесь больше смотрел бы именно на то, чтобы развивать внутреннюю опору, внутреннее стремление не только к мужчинам, да, но потому что весь ваш рассказ, по большому счёту, это про поиск мужчин. Да, вам повезло, что вы встретили человека, которого полюбили, да, вот, но то, что вы жалеете о своих прошлых отношениях, говорит о том, что вы, в общем-то, игнорируете себя и свои потребности, которые остались, в принципе, с вами до сих пор, вот. Поэтому здесь ключевой момент именно вот в этих вот аспектах. Может быть, в какой-то степени сказывается ещё и то, что вы не совсем доверяете своему мужу и выстраиваете не совсем доверительные с ним отношения. Вам сложно доверять сейчас, потому что вы не доверяете себе и никогда не доверяли, никогда не опирались на себя. Этому нужно учиться, сделать это легче всего на психотерапии, работе с психологом. На этом всё, я надеюсь, что помог вам отпустить прошлое, можно только проживя его, вы его не проживаете, вы от него убежите и вы с ним борете. Психолог поможет вам сделать всё необходимое. Удачи вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго и удачи.